Мы продолжим. Что запомнилось? Значит, у нас семинары. Какие появились у нас достижения, что удалось сделать, по большому счету? Вот. Каких, что у нас есть? Значит, у нас семинары посвящены были настолько широкому кругу вопросов, что даже и удивительно. И социологии, и физики, и, значит, и собственной философии, и истории философии. Не даже удивительно, а даже подозрительно. Да. Вот что подозрительно, это больше похоже. Да, и, значит, и конспирология всевозможного рода. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому обозреть их достаточно, как бы, вместе-вместе-вместе тяжело, но тем менее я попытаюсь это сделать. Надо бы, конечно, было эти видео хоть на их на загланды посмотреть перед началом. Вообще говоря, у нас получается, что сейчас там что-то около 700 видео, да, и, по-моему, около 400 в них преодолели отметку посмотров в 1000 штук. Тысяча штук – это как бы много. Это много. Потому что во многих из них удержание аудитории составляет 20-30%. То есть из этих 1000 штук, значит, получается, что 200-300 человек посмотрели это видео до конца. Это замечательный показатель, который… За счетом часа, не менее. Да, который недостижим для, скажем там, для университетов, которые заставляют своих студентов принудительно ходить и слушать такого-то преподавателя. Здесь совершенно добровольно это дело выполнено. Значит, посмотрим, я вообще говорю, я склонен всегда задавать метод движения, а так получается, что касается семинаров философского штурма, то этот метод движения задать, получается, совершенно невозможно. Потому что семинары настолько разнородные, как по своему уровню, так и по количеству участников, по объему тем, которые мы обсуждаем, что и, как говоришь, даже удивительно, да? Да, даже подозрительно. Значит, что занимались традиционной метафизикой, да, занимались современной философией, да, занимаюсь. Начнем несомненные достижения. Ну, например, несомненным достижением, то, что называется новых философских течений, то есть XX века, я бы отнес в первую очередь, конечно, философию времени Александра Балдачева. То есть, по сути, у нас получилось, что в рамках проекта «Философский штурм» действовала лаборатория из двух человек, то есть из Балдачева и меня, которые занимались проблемой темпорологии. Я бы всем на эту тему обратил внимание, именно на новое понимание времени Александра Балдачева, потому что это как бы некая философская концепция, возникшая в русле естественной научной парадигмы, в первую очередь, то есть она не, собственно, философская. Но, тем не менее, она как бы есть, на мой взгляд, она значима, но, к сожалению, трудно понимаема. Кроме того, продолжалась попытка построения новой философской системы как бы с двух направлений. Мы помним, что последняя философская система, которая была вообще признана и построена в мире, как бы была одна, это гитлевская философия. То есть прошло уже очень много времени. В рамках обычной традиционной метафизики две таких попытки у нас приприняты и на сайте. В первую очередь, это, конечно, попытка традиционной метафизики, хотя с несколькими традиционными основаниями, Олега Михайловича Наговицына. То есть он настаивает, по крайней мере, до последних семинаров настаивал на том, что это действительно новый как бы монизм, то есть философия, которая основывается на одном основании, не на дуализме, как обычная традиционная философия, скажем, кантовская или какая-то, или еще, а на одном основании, чтобы, по большому счету, удавалось сделать до Олега Михайловича только гибель. И вот она достаточно разрабатывается, и по всей видимости она будет изложена в каком-то тексте. Второе, что удалось сделать. Второе, что удалось сделать. Нам удалось начать попытку построения другой философской системы, но уже на естественно-научных основаниях. Вот то, что мне изложено в новой философии восприятия. То есть мы, по большому счету, пытались подойти к деятельности сознания и деятельности, в первую очередь, человеческого способа восприятия, как некой машине, поскольку у нас на сегодняшний день главное направление современной мысли – это редукция всего, чего можно компьютеру, то мы воспринимали органы чувству как некую аналоговую машину по обработке сигнала. И пытались из этого громадное количество следствий извлечь. И самое удивительное, что я о них совершенно не знал, а получилось, что вот эти все психологические эксперименты легко объясняются. То есть в попытках объяснить эти следствия из новой философии восприятия всевозможных психологических экспериментов, конечно, опять-таки, большая заслуга принадлежит Александру Балдачеву. Таковы вот наши две попытки. То есть, по крайней мере, не было ни гроша, и вдруг артен, и вдруг у нас получается, что мы предлагаем после Гегеля две попытки построения философии, притом на принципиально разных основаниях. Одно классическое метафизическое основание, которое нам предлагает Олег Михайлович, и второе неклассическое представление, то есть, скорее, естественно, научное, как то, что я предлагаю я. И интерес во втором подходе, что он действительно опирается и объясняет большое количество всевозможных новых эмпирических фактов, в первую очередь, психологических, связанных с функционированием человека в окружающем мире. Вот такова, значит, эта ситуация. Проект, который остался, скорее, по большому счету, неудачным, то, что я провозгласил, это называется «Новая натура философии». Что такое новая натура философии? Натура философии, когда существовала, она состояла в том, что люди рассуждали, как устроенный мир, что такое пространство, что такое время, что такое вещество, что такое поле. Об этом забыли. Сегодняшний девиз, он таков, нужно считать, а не понимать. А не размышлять. Да, считай, а не размышляй. Люди очень часто подходят к решению многих задач формально. Ну, например, есть какая-то сложная система, мы для нее пишем гамильтониан, решаем соответствующие получившиеся уравнения, что-то там получаем. Решаем, как правило, на компьютере, публикуем это в печати. У нас есть публикация «Хлеб», «Масло», вторая публикация «Масло» и «Икра» еще есть и так далее. И в этом существует. Чем интересна философия? Поэтому я предложил вот этот проект «Новая натура философии», связанный в первую очередь с осмыслением, попыткой понять, что же такое квантовая механика. Но проблема квантовой механики состоит в том, что ее никто не понимает, как это известно. Поэтому мы здесь как-то придем, пытаемся найти в первую очередь те эксперименты научные, которые расшатывают современную картину мира. И мы их обсуждаем. Мы пытаемся опять найти такие теории, которые расшатывают современную картину мира. То есть мы пытаемся построить то, чем никто никем, никто опять не занимается. То есть построить то, что называется «натура философия». Уйти от конкретных наук, которые погрязли в частном. И им кажется... И даже еще вот представьте себе, еще Ландау, когда свою писал «Квантовую электродинамику», он семь или восемь раз упоминает на ее страницах, что квантовая электродинамика не является законченной физической теорией. Что это теория компромиссов и так далее. Что с того времени воспиталось два или три поколения физиков, для которых квантовая электродинамика является истинной последней инстанцией. Вот такова эта ситуация. Мы пытаемся эту картинку расшатать. Мы пытаемся отнестись ко всевозможным странным экспериментам серьезным. Нам хочется, чтобы в этой картинке, если даже из этих экспериментов и ста один окажется правильным, то именно тот эксперимент окажется той самой шашкой или бомбой, которую можно подвести под тем подкопом, снарядом, который подвести под современные картины, естественно, научные картины мира. Чтобы его каким-то образом воздушить и пойти и дальше. Потому что, например, последняя революция физики была в начале XX века. Прошло уже больше ста лет. То есть уже скоро будем сто лет квантовой механике отмечать и так далее. И с той стороны баррайной физики не происходит как бы так ничего. И физика, наша проблема состоит в том, что она потеряла на сегодняшний день статус флагмана естественного научного знания. Этот знак флагмана перешел, например, сейчас в биологию. Мы пытаемся эту картину делать. Потому что путь, казалось бы, безнадежный. У нас он не очень успешный пока что. Но он есть. Вместе с этим безнадежным нашим движением возникло и другое движение, которое связано с деятельностью философского штурма как деятельностью Прометея. Прометея – это, по-моему, тот человек, который с неба принес людям огонь. И вот мы с философским штурмом пытаемся принести людям огонь в том самом прямом, простом смысле. А именно, если мы сегодняшний день располагаем... Когда-то люди располагали всего лишь мышечные силы себя и своих рабов. Потом они располагали мышечные силы лошади. Потом появился громадный прогресс, когда появилась вода. А после этого появилось электричество. И все выросло. Атомная электроэнергия и что-то еще. Но, тем не менее, обычный двигатель внутреннего сгорания – это электрон-вольт. Мы пытаемся вести в общий обиход, то есть, по крайней мере, обосновать те странные эксперименты, которые позволят вести в этот обиход как бы мегаэлектрон-вольт. То есть, увеличить энергетические возможности человека, то есть, доступ к совершенно другому порядку энергии. Это может показаться странным, но я этот пример привожу постоянно. У любого из наших слушателей в кармане лежит устройство. Сотовый телефон, вычислительные мощности которого превосходят, значит, вычислительные мощности всего человечества в сотни раз. Когда, если вы сравните, срок 50 или 60 лет назад. Точно так же, почему с энергией это не произошло? Мы это пытаемся сделать. И, как ни странно, вот эта деятельность Прометрея, то есть, достать с неба, то есть, из-под земли огонь, и принести его как бы людям, оказывается достаточно рода успешным. То есть, философскому штурму вот в это течение низкоэнергетических ядерных реакций удалось вполне удачно встроиться и даже решить целый ряд задач. Ну, например, возбуждение некоторых, возбуждение ядерных реакций, простого лазерного излучения или что-либо еще. То есть, объяснить вот эти эксперименты. Вот это удалось. Это, безусловно, наше большое счастье и наука, и удача. Потому что речь идет о революции, сравнимой с деятельностью Фордея и Максвелла, которые подарили людям электричества. Как бы вот такая. Вот это. И, Металик, множество? Да. Не все здесь согласны. Просто это как бы я и то, что Игорь сейчас вот про эту долгую речь не говорил, это яркий пример, что совместно в творчестве не получается. Потому что все, что говорит Игорь, это он просто должен сказать никакой не философский штурм, а это он сам. Да. Эта тема его интересовала, он что-то там как бы этим занимался, по этому поводу делал доклады. Поэтому все то, что ты скажешь, что это какой-то философский штурм, это своего рода юмор такой, потому что там как-то на философском штурме интересно, там появился ролик такой, что типа философский штурм настраивает какого-то там робота. Да. Естественно, никакой философский штурм никакого робота не настраивает. Он настраивает его и Женя Берсенев, да. Да, а какой-то и Женя Берсенев там что-то там где-то снял, как робот работает. И типа, и философский штурм это отношение никакого не имеет. Да. Просто я к тому, что философский штурм все-таки совместно с философским штурмом не удалось. Что-то я там такое сделал. А углы... А, алгоритмы я посчитал ему, движение его. Посчитал ряды алгоритмов движения этого робота, да. Вот в этом появился философский штурм. Поэтому это похоже просто на то, как какой-то там король говорил, что типа Франция это я, а тут философский штурм. Я мог бы сказать, что философский штурм это типа я. Булак, не совсем, ты прав, потому что это как бы вывеска, которая вдохновляет. Ну, понятно, что, скажем, Игорь тоже говорил, достижение новой теории времени, или темпоральность, естественно, что не родилось на обсуждении, но с другой стороны, огромное количество обсуждений, докладов, оно как бы поднимает, движет, способствует, и можно сказать, да, это порождение вот этой школы, скажем, или этого объединения. По крайней мере, нам оставить возможность дистанцироваться. Я, допустим, не хочу быть рядом с холодным ядерным синтезом, в принципе, подальше. Эти достижения произошли без меня. Да, конечно, ну, как и подавляющее большинство достижений. Ну, а по поводу того, чтобы какие-то там Прометей куда-то что-то несет, ну, я как бы просто тоже, я не Прометей никуда нечего. Ну, это, да, это, конечно, ты не Прометей. Просто по поводу того, что я как бы хотел бы, так сказать, поскольку очень много было энтузиазма, так сказать, высказано, да, сказать, это как бы никакую пессимистическую волну, что на самом деле философский штурм, ну, по крайней мере, его видео там, как бы его со стороны вот, как бы, производства видео, оно как бы затукает и умирает. И это давно, да, этот процесс уже давно начался. И, в общем-то, как бы, темы кончились, в общем, обсуждать нечего. И то, что обсуждать какие-то темы физики, там, это просто говорит о том, что философские темы, собственно, исчерпаны, обсуждать нечего. Опять же, этот интерес к этим темам у народа уменьшился, там, есть какие-то там внутренние дрязги. Я так понимаю, что Александр был датчиком, теперь уже не ездит, там, какие-то там личины-причины, да? Ну, на Кипре жил. Я уже ехал, на Кипре жил. А, на Кипре жил. И, с моей точки зрения, даже не в дело, мы-то все равно, конечно, собираемся, но какое-то, что-то пропало, короче, интерес какой-то такой вот, какой-то такой, что-то такое, что вот вначале вдохновляло, действительно, и было интересно, как это, дискутировать. Все как-то, я не знаю, это нивелировалось, не знаю даже, почему, как бы, может быть, просто старше стали там. Старее. Старее, постарее, да, постарее, наверное. Как-то так, вот, мне кажется. Поэтому энтузиазм, я вот, я не вижу здесь энтузиазма, как бы, с моей точки зрения, надо, как бы, говорить про то, как бы, а что делать? И потом, на самом деле, то, что вот эти все бравурные вещи, как они, Игорь, они, по-моему, диссонируют с тем, что, Игорь говорит, про его утилизационный проект. Получается, что они какие-то перспективы, мы сделали то, мы там подняли все. Не надо путать сайт. То есть, как бы, сайт, это все кругом утилизируются, кроме Игоря одного, он один. Да, да, а Игорь движет цивилизацию светлым космическим. Ну, и по поводу того, что, конечно, никаких философов нет. Я просто считаю, что тот вывод, к которому, и тот результат, к которому мы приходим, именно какая-то такая пассивная апатическая ситуация, она в стороне у всех философов. Вот у всех философов, на самом деле, рано или поздно приходят в таком состоянии, как мне кажется, апатии. Как бы, вот некая энтузиазм, или некая внутренняя энергия исчерпывается, и просто заниматься неинтересно, и как бы, вот этим заниматься, какими-то мелкими, там, дрязгами, что-то там обсуждают. И они просто сидят в некие замкнутые свои капсулы, понимаете? И они просто есть. Ну, про них люди просто не знают. Не знаю, что только мы только есть. Есть много людей. Просто они как бы не представлены в пространстве, потому что им это не эти есть. Представлен Московский Центр изучения сознания. Вполне себе живой проект. Вполне себе они там фонтанируют, проводят школы летние. С деньгами. Публикуем. Там деньги, да. Там деньги. Публикации, встречи, конференции. Нет, ну, просто, Герри, говоришь, что кроме нас, типа, никого. Вот. Нет, там другое дело. Можно вообще по-разному относиться к этому проекту вообще. Вот канонитической философии сознания и к их достижениям. Но как школа, клуб, вывеска, да, они сейчас в рассвете, можно сказать. Ну, судя по каким-то вот мероприятиям, которые, вон, Чармса пригласили. Вот. Летнюю школу организовали. И постоянно какие-то видео записывают. Дискуссии, конференции по всей стране и за рубежом. Вот там с мировыми представителями школы на кораблике плавали вокруг Норвегии. Это два года назад. В Грелландии. Грелландия? Да, в Грелландии. А, Грелландия была, да? То есть. А, Грелландия. В Питере, я знаю, довольно так активно конференции проводят. И так, тут Живенника как-то. Тоже перспективно. Сейчас, наверное, на базе Лиапа. Ну, нет, дело в том, что онтологически как раз тусовка, она меня с течением времени даже больше удручает, чем философский штурм. Потому что, при том, что онтология, на мой взгляд, как раздел, систематический раздел философии, коренной. То есть это то, с чего на самом деле философия начинается. Понятно, что это некоторое предпочтение. Бывают разные философии разных стилей, направлений и так далее. Ну, вот я голосую за то, что философия начинается с онтологии. Но, де-факто, сейчас онтология в Питере и в России более широко является просто новым названием для марксизма. И для таких вот, как сказать, фамилии это кто у нас, марксисты, онтологи. Ну, марксизма, ну, может быть, я неудачно выражаюсь. Ну, так близко, в смысле. Да, но люди чрезвычайно близкие по духу вот к какому-то такому простому материализму, я бы сказал. Достаточно упрощенному. Ну, есть, как бы, там, точка зрения, что те же самые, вот, аналитическое исследование сознания, это тот же самый физикализм, это же материализм. Физикализм чистой воды. Вот наша московская школа, физикализм чистый. Ну, когнитивисты, конечно, тоже, они сейчас популярны очень-то в направлении, когнитивные процессы изучаются, да, и поэтому связь-то с этим у нас в психологии тоже, наверное, более популярны. Ну, я думаю, что это только слово. Ничего не изменилось по сравнению с тем, что было до этого, только стало по-другому называться. Ну, вообще-то, направление. Ну, да. Ну, наверное, сайенс сейчас. Нет, мы сейчас в большей степени не о направлениях, а о конкретных группах, людях, школе. То есть у нас в философии, как-то не вижу, что были представлены, вот, когнитивная философия, так ярко. То есть это вот аналитики московские, они это и узурпировали. Ну, да. Есть философия искусственного интеллекта, кто-то там как-то еще, конференции проводятся, да, но там тоже все по десятому кругу идет, ничего. Ну, этих кругов я совсем не знаю, тут ничего не могу сказать. Есть еще молодые, как бы молодая пород, там с 20 до 30 лет, вот примерно такой возрастной категории. Как правило, сугубо... Компот? Нет, я имею в виду в основном как у питерских, там журнал «Транслит» и так далее. В общем, левоориентированные ребята, вот, как бы, там и философия языка, и марксизм, в том числе, и современная философия, то есть марксизм после делеза, вот что-нибудь в этом духе. Вот, спекулятивный реализм и так далее. И, в общем, их мероприятия, они достаточно сложны, вот, и не просты, то есть я бы, как бы, так вот не отметал, вот, то, что там происходит как несущественное. Вот, но там совершенно другие разговоры, другая, как бы, паникийная база, вообще другие, может быть, задачи, понимание того, что такое философия, вот, как она должна осуществляться, что, значит, успешное мышление, а что, значит, нет, то есть выстроить некий общий базис уже на этом уровне, может быть, сложно. Но при этом они существуют, вот, и... Нет, ну да, есть... Там те же психоаналитические школы, да, которые выходят, там, через Лакана на, как бы, на широкий философский простор. Все это и присутствует. Ну, то есть, как бы, ни один, у нас, у нас, у нас, у нас есть заявление о том, что мы, там, что-то одни, здесь стоим, в философии там делаем, то это неправда, что? Ну, конечно. Нет, это так, дело в том, что, да, философия, поскольку философия такая, по природе своей, экстраординарная наука, ну, это, как бы, да, отсылая к Тому Сукуну, который говорил, что, как развивается наука, бывает стадия нормальной, науке, когда работают парадигмы, вот, когда все планомерно движутся, развивают предметную свою область, потом она наступает, период экстраординарной науки, когда происходит бурление, переосмысление, опровержение парадигмы, потом научная революция, в которой формируются новые парадигмы, ну, и на колу начала, начиная с начала. Вот, так очень может быть, что так нормальные науки и развиваются, да, но философия, в частности, как такая интеллектуальная дисциплина, она точно ни в какой момент не бывает в состоянии нормальной науки, просто ни в какой. Поэтому у нас бесконечное разнообразие разных людей с разными словарями. Да, у нас нет общих слов и нет способа разговаривать с аналитиками, ну, строго говоря, да. У них нет общего способа разговаривать с нами. Вот, с большим трудом находят там общие слова представители феноменологии и аналитики. Ну, и так далее, да, то есть все это, ну, вот эти группы антологии, да, они просто говорят, что все кругом идиоты, вот, а мы это не в белом, вот, а те просто вообще буквы не знают, не то, что там философами являются. Ну, да. Ну, в принципе, Игорь не так говорит, что все кругом идиоты, а то кому философский шторм в белом. Примерно так, да. А, как я уверен, что аналитики точно так же говорят, что все кругом придурки. Конечно. К нам из Финникового Капота ребята приезжали, они же как высказывались, что мы занимаемся ерундой. Понимаешь, что это они вот там с Васильевым и так далее на Москве занимаются чем-то там, ну, достойным, а вот философский шторм занимается какой-то ерундой. Ну, есть вопросы, вопросы. Нет, я не помню такого. Ты же говоришь, что на ней там высказались, знаю, там, в Фейсбуке. Нет, в Фейсбуке высказались, ну, не знаю, по-моему, нормально высказались. Поехали, понравилось, сказали. Это нормально, то есть, что все считают, ну, несовиданно, но как можно считать человека, который говорит противоположно за умного? Ну, опять же, та же тема про Тарковского, как вы говорили. Нет, это исключение, ну, какая-то одиозная фразу Тарковский сказал, далеко не все художники так высказывали, где и сам Тарковский сказал, наверное, под настроением, чтобы платировать публику. Нет, ну, в любом случае, конечно. Прекрасно он любил там какой-нибудь Бергмана или еще кого-нибудь. И точно так же публиковал списки, знаете, фильмов, которые как бы выдающиеся, вот, и он считает достижением кинематографа, которые надо смотреть. Ну, это две разные вещи. Одно дело, когда я действительно понимаю, что нужно людям смотреть, на чем я сам воспитывался и все, а другое дело, когда я ставлю рядом с собой живущего, рядом со мной человека. Ну, это не проблема, Александр. Нет, опять же, здесь можно говорить как, можно признавать человека, дружить с человеком, разговаривать с человеком, но, как бы... Особенно в творчестве художественном, да, как бы, творчество Тарковского, ну, никак не отрицает, понимаете, творчество Бондарчука и наоборот. Ну, они, как бы, они, там нет противоречия, понимаете. Здесь нет противоречия, а речь о том, что, как он может к нему хорошо относиться. Ну, да, ну, потому что, как бы, ну, а как можно, допустим... Нет, ну, конечно, я утрирую, конечно, можно как угодно, да. Да нет, это даже не в этом, а просто, как бы, понимаете, допустим, ты повар, который готовишь, там, не знаю, суши, да, ну, это не мешает тебе любить грузинскую кухню, просто ты этим не занимаешься, да, ну, пошел, как бы, поел грузинскую кухню. Но если касаться философии, опять возвращаться к философскому штурму, то есть, конечно, большая разница между, значит, тебе нравится белое вино, мне красное вино, или там суши, или что-то, и мировоззрениями. То есть философия все-таки настолько завязана мировоззрение, что человек представить не может, как можно пить красное вино. Философия – это вот так. Как это можно? Это как кровь младенца пить. Если я пью белое, то есть это, значит, вот диаматчик приходит на философский штурм и видит обсуждения, там, либо религиозные, либо эзотерические, и он считает это вот они, это на полном серьезе. То есть у вас такая философия как религия, да, и верую, так, и все. Кредо, типа, мое, кредо. Ну, конечно, конечно. Но это не так. Нет, это так. Вы же сами умеете, и вы встанете друг в чужую. Это, понимаешь, это как бы лозунг такой, это лозунг такой, к которому нужно стремиться, к которому я всю жизнь стремился и хотелось. Все стремятся. Нет, 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 нет. Большинство и даже и не пытаются, и не хотят становиться. Потому что, ну как это можно? Мир устроен вот так. Человек видит, как мир устроен. Вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. А к нему подходит человек, говорит, нет, вот это вот там, а это там. Ну что, слепой, он же видит, что так. Вот, и это не вопрос. То есть, когда мы сознание обсуждаем, вы так, что ли? Да, 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 конечно, только так. И когда я привожу список, там, что кто называет сознанием, так, 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 и есть. Что один на дно, другой на третье, и начинают еще друг другу глаза выцарапывать, что вот. Вот, и поэтому, вот возвращаясь к самому началу разговора Игоря по поводу совместного творчества, я, например, считаю, что оно принципиально невозможно в философии. Не то что в холостической школе возможно. Нет, господа, я когда речь шла о совместном, я же не говорю о совместном творчестве, я говорю, вот на философском штурме здесь были доложены, то-то, то-то было сделано. Нет, на семинарах, да, я говорю, это же не имеется в виду. Мы говорим о философском штурме, о письме, потому что философ, предмет философа находится там, внутри у него. И как вот мы с Булатом будем описывать то, что у меня в голове? Ну, как это можно? Вот Булат же не будет описывать, он будет описывать то, что у него в голове. Ну, бывает, опять же, какое-то концептуальное родство, вот, я говорю, те же левые товарищи, да, у них могут быть разногласия, но у них есть какой-то общий круг, тем, там, не знаю, взгляды. На это есть ответ. Я бы даже сказал, может быть, как-то их ограничивает, да, они, как бы, не могут сказать что-то за пределами. Это, скорее всего, все-таки на уровне эпигонства, на уровне вторичного, то есть это после гельянцы, на его кантинцы, то есть, но если у нас есть имя, зарождающееся, Кант, Гегель, да, то там невозможно ничего, в принципе. Он один, он делает это, и, значит, что рядом будет кто-то другой философ и будет вместе с ним это писать. Ну, это абсурд. Во-первых, они все ниже на порядок, а вот на уровне абсурдения... Ну, как сказать, но Хайдеггер был ассистентом долгое время Гуссерля, и вместе они там что-то делали, а потом, как бы, вот Хайдеггер, вот Гуссерля... Потому что Гуссерль обладал прекрасной способностью, ему вообще не было дела до других мыслителей, других людей. Так и всем философам встречаются. Вот, и все. Поэтому он всех, вот, встречных называл прекрасными феноменологами. Хайдеггер – изумительный феноменолог. Написал диссертацию по Думсу Скотту. Он прекрасный феноменолог, он так ясно феноменологически мыслит. Он встречает Ясперса, с ним пьет чай, вино и говорит, боже, какой вы изумительный феноменолог. Я читал вашу книгу, вот, вторую, третью. Это же просто известно, как он читал. Он открывал любой философский текст. Он читал максимум две страницы, потом ему становилось скучно. Он закрывал, вот, и никогда не возвращался. Это же была трагедия, когда Хайдеггер еще в статусе его ассистента написал «Бытие и время», опубликовал. Ему это нужно было по карьерным соображениям, чтобы должность профессора занять. Собственно, почему текст был напечатан незавершенным? Потому что надо было срочно публиковаться. Вот, и он потом никогда его не завершил, как известно. Ну, это ладно все. Так вот, когда через много лет Гуссель все-таки прочел, что там Хайдеггер написал, он же был в шоке. Когда он продвинулся больше, чем на две страницы, вот, он сказал, да это никакая не феноменология. Вы что? Какую я змею вообще пригрел на груди? То есть, это плохой пример. Они мирно жили рядом друг с другом, просто потому, что профессор не вникал вообще. Там, что этот парень говорит, вообще не важно. Вот и все. Ну, давайте все-таки про философский штурм. Так мы про кругу прошли, а последний остался. Чего? Про штурм. То есть, не про технологию его, а про чего там у нас творится. Просто штурм, по моему пониманию, является некой площадкой, где можно высказать какие-то идеи, их обсудить, попытаться какие-то услышать доводы, виза, возражения такие выдвинуться. То есть, как-то поработать над тем, что какая идея... Именно работа. Игорь сказал, что не может долго общаться. Я общаюсь километрами и с одной простой целью – просто написать. Просто написать. Ну, я не знаю. Для меня семинары философского штурма реально важны. Потому что фактически все, что удовлетворилось сделать удачного, оно сначала было обнародовано в качестве семинаров в неудачной форме, потом в удачной. Ты проговариваешь, видишь свои ошибки, видишь свои проблемы и их как бы исправляешь. Вот это как бы... Для меня это важно. Поэтому привязанность к этой камере... Вот сейчас я семинар не могу каждый раз приводить. Плюс еще очень сильно дисциплинировала сама необходимость каждый раз к субботе готовиться и что-то чирикать. То есть получалось, что четыре дня ты валяешь дурака, а вечером в четверг или в пятницу начинаешь наконец что-то делать и пытаться собрать все это в кругу. А если семинар не в субботу, то если в четверг, в пятницу ничего не делаешь. Вот такова эта ситуация. В этом смысле он для меня как бы вот этот исключительно... Он важен. То есть если вы обратили внимание, что в последнее время я провожу, например, эти записи, делаю вообще в одиночку. То, с чего Булат начинал, то, с чего я делаю сейчас. Но вот эта ситуация дисциплинирования такая, дисциплина, она чрезвычайно важна. Плюс я трачу сейчас, например, бывает, что по два-три часа в день на общение, так сказать, с подписчиками канала. Мы рассуждаем с ними очень важные вещи. И это чрезвычайно интересно, это чрезвычайно важно. Люди указывают на такие обстоятельства и такие вещи, о которых я раньше не предполагал. Дают ссылки на такие работы, о которых я раньше не слышал. Это тоже как бы вот эта работа, она чрезвычайно важна. Вот для меня поэтому... Философия, штурм, как любая философия, она просто требует некой дискуссии. В смысле, в этой дискуссии ты обкатываешь свои идеи, понимаешь лучше, что ты сам имеешь в виду. И это важно для каждого из нас, вот так получается. В этом смысле он и ваш. Ну, кстати, вот видео... А то, что мы совместно что-то сделали, я боюсь, что это как бы громко... Ну, совместно это же... Громко говорить. Это же такое, грубо говоря... Ну, это неправильно сказать. Что ты делаешь? Да, что... Нет, ну, на самом деле сделал чего-то философский штурм. У вас есть какой-то у вас институт, в нем есть ряд лабораторий. Лаборатория в каждой самостоятельной исследовании. Приходит директор института, скажем, говорит, мы институтом, кто-то в свое сделали что-то. Или другой, более яркий пример. Стоит вертухай на этом, на зоне с автоматом, с пулеметом, да. А его зона взяла и космический спутник запустила. И он чувствует гордость. Он говорит, мы вертухай, спутник запустили с белкой и стрелкой. Но тоже, тоже другое. Есть, есть такое, да. Да, и мы гордимся своей Родиной, потому что мы стояли на вышке, мерзли. Это наиболее показательные журналисты, особенно телевизионные журналисты. Они так гордятся, когда кто-то даст хорошее интервью. Они, правда, ходят, поздравляют друг друга. Милочка, такое чудесное интервью. Так хорошо было. Столько сказано. Было так вот чудесно. Было. И при этом забывают, что это человек, который приглашенный. А она только пару слов наводящих. И вот это очень интересная такая профессия. Они такие вот элитные. Они так вот все обсуждают. Похоже на то, как приобщиться к мощам каким-то. Я в свое время работал там, и это было просто наблюдать, было просто умилительно. По поводу сайта хочу добавить, что в смысле публикации текстов, наверное, мне кажется, не хватает определенного реноме, что ли, статуса сайта. Вот если бы публиковаться на нем было, условно говоря, как-то престижно, да, если бы человек, то есть, ну, скажем, люди отдают тексты какие-то свои в журналы там разные, на разные другие площадки. И они хотят видеть свои тексты там, чтобы их прочитали в некотором окружении и так далее. Если большая часть материалов, которые там выложены, соответствующего качества, то, ну, глупо ожидать, что какие-то тексты хорошие будут приносить. Сейчас вот причем стартуют такие проекты, которые живут исключительно, допустим, предоставлением права размещения текстов. Вот Сигма сейчас, да, не так давно организовала, кстати, в том числе и этими, с активным участием этих вот ребят, которые... Ну да, так и любой ВАКовский журнал так живет, он живет как некая площадка. А это как бы фактически не журнал, а просто там электронная площадка, где выкладываются тексты, и по определенному алгоритму часть из них оказывается там вынесена на главную страницу и анонсирована, да, часть как бы... То есть ты можешь там зарегистрироваться, свои какие-то статьи размещать, они в открытый доступ попадут, если будет соблюдено там ряд условий, если как бы тебе будут ставить какие-то FG лайки, там, цитировать, какие-то, может быть, там есть и цензоры, я не знаю. Ну, смысл в том, что человек уже видит как бы некий уровень, который... Ну, была, была мысль разделить сайт, убрать форум поглубже и вытянуть что-то вот, и... Ну, это будет рецензировать, и... Не то, что демократично, это не будет работать, потому что народ на главную страницу не идет, он идет сразу же на форум. Вот. Я по себе такое знаю, заходишь на какой-то ресурс сразу же, где там форум, бац, и все, главная страница не интересует. Ну, это проблема в существовании самого форума. Антон важную тему очень постоянно задевает, то есть, это вопрос о благопристойности. Мы же понимаем, что ни канал ютубовский, ни сайт не являются благопристойными нисколько. Это точно. То есть, они не респектабельны, они не благопристойны, они не что-то, не что-то еще. То есть, мы понимаем, что я долго тренировался, у меня как скрип полиэтилена было на зубах. Говорить, что, например, Наговистин Олег Михайлович, выдающийся современный философ, это как бы совершенно нельзя сказать. Как мы понимаем, что вот когда Голковский рассуждает о том, что есть понятие культуры, и в нем знать, что есть такой поэт Лев Лосик, это неприлично. Можно знать, что есть философ Алексей, мы стоим примерно в совести Голковского, прилично знать, что есть Лосик, и к этому ссылаться всегда к Алексею Федоровичу, а знать, что за фамилией Лосик скрывается Владимир Соловьев, или другой пример. Когда говорят Соловьев Владимир, кто, какая у нас ассоциация возникает? Приличная, с точки зрения Голковска, Владимир Соловьев, Владимир Сергеевич, философ 19 века, это приличная констатация. А утверждение, что если я сразу же аннотацию выставить Владимир Соловьев, современный телеведущий, то эта констатация уже неприличная, это неблагопрестойная. И вот с этой точки зрения очень интересно, как он сам по себе существует. Мы же понимаем, что ссылка на Левашова, академика, или кого-то еще, это нечто совершенно находящее за грани благопристойности и приличи. Точно так же многие вещи, которые существуют в мире, они неприличны и неблагопристойны. Но неприличны и неблагопристойны сомневаться в каких-нибудь вещах общеизвестных. Например, то, что арабские теористы взорвали башню 11 сентября, или то, что американцы были на Луне. Это неблагопристойно, это неприлично. Это не самое страшное, так-то... Ну, хорошо, но есть еще более страшные вещи. Холодный, я тебе не слышу. Это еще гораздо более страшное. Я с тобой полностью доверяю. И спасательность Штурма, конечно, контингент околофилософский. Да и сам рассказ, вот у нас то, что там пользуется большой популярностью, всевозможные рассказы по конспирологии. По вашему наслению, Сократ был, конечно, благопристойный, когда по рынку ходил, или там парикмаркет, заводил на разговоры. А потом стал благопристойным, да, благодаря платформу. Просто и состоит в том, что вот эти все ваши благопристойники, то же, по тому самому, и Белковский, они просто умрут, и никогда... Голковский, Голковский. Ну, какая разница, кто-то там еще... Два разных известных чувака, оба не благопристойные. Они просто умрут как бы, и никто никогда не вспомнит, что они были. Потому что все вот эти разговоры о том, кто-то там, кого можно знать, кого нельзя знать, прилично, неприлично, это разговоры бабушек на скамейке. Вот она сегодня одела там юбку там, типа, слишком неприличную. Она должна быть кто-то, ой, неприличный ребенка так вести, она-то вот так вести. Игорь, может быть, как бы формулирует не совсем четко. Я бы сказал про то, что, ну, вопрос... Надо просто делать дело и не думать о том, там, благопристойно это или нет. Ну, понятно, но если философский штурм, да, вот как вот, как марка торговая, да, не является знаком качества, если, как бы, открыв его, можно получить все, что угодно, в том числе и, как бы, и на видеозаписи, понимаешь, то это что-то значит для пользователя. То есть, он просто, как бы, он не знает, с чем он будет иметь дело. Конечно. Он может встретить все время стрэш, понимаешь? Ну, это что, Sony, как бы, да, вот, если, как бы, коробка какая-то, там, непонятно, что у Sony написано, там должно быть хорошее текло. Так, 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 так. Надо брать, это из этого рода. Это называется хваллический. Еще раз говорю, ну, надо же с таким воззрением-то, как бы, вот, философ должен бороться, но это же вообще же идиотизм получается, что это бы тогда ходячие упаковочки такие, если на тебе надеты какие-то не брендинги и вещи. Речь-то не об упаковочке, а речь о том, что сам материал не позволяет оценивать философский штурм как качественный, понимаешь? Есть два критерия, действительно, есть внутренний содержательный критерий, на какие-то видео, наверное, нельзя было публиковать, наверное. Нет, в виде... Но если вдуматься, что такое человеческая жизнь, то у нас в жизни очень много неблагопристойных поступков, там, ну... Да, я-то как раз за благопристойность все не гонюсь. Это же как жизнь человека, понимаешь, он где-то иногда, ну, неприлично выглядит. Я не гонюсь, я не гонюсь, ну, просто я отмечаю, констатирую факт, что сайт, по большому счету, неблагопристойный. Кстати, первый-второй год, он был гораздо пристойнее. Это в начале. Вначале. Вулат, Вулат, ну, вот это и различает, ну, условно говоря, профессиональную деятельность от любительской, да? Вот, давай только не говорить про профессиональную деятельность, то есть, недавно говорилось, что вот на философском факультете, ребята, преподаватели не занимаются. У нас есть совершенно четкая граница между профессиональной и любительской, и я всегда на философском шторике начинаю там наезжать, текст давай, текст напиши, что ты ля-ля, что ты комментариями там, километры, где текст? Все правильно, все правильно, да, согласись. Если ты знаешь, напиши, пожалуйста, хотя бы, даже открой новую ветку, ну, хотя бы там, ну, 10 абзацев не говори, Стаси. Я не про это говорю, я говорю про то, что позиция, что все, что произошло вот в этой жизни должно сохраниться, и это же жизнь, это позиция, как бы, человека, который не занимается производством качественного продукта интеллектуального, да, вот он, как бы, с ним сделал статью, выложил, а весь мусор, как бы, сгреб в корзину. То есть, чертежи там, да, всякие, то есть, сделал, условно говоря, двигатель, да, все остальное, подготовительный этап, чертежи, там, мысли, все выбросил, да? По крайней мере, ошибочный. И как бы, готовый продукт потом выставил, типа, вот, а что ты думаешь, кому-то нужны чертежи? А я боюсь, что, как бы, философии, как бы, самые чертежи, самое главное. Потому что, конечно, продукт, вот, что, Игорь, в качестве конечных продуктов это заявило, вот, мы сделали то, все, три, это же смешно, что, чем это все нужно? На помойку, самое-то интересное, как это все, вот, где-то, вот, как это все создавалось, как это все, вот, подготавливалось, где вот эти строительные леса? Потому что это поле для будущих каких-то результатов, сам результат – ничто. Но если ты считаешь, что эти строительные леса, и вот эти движения, они каким-то образом уникальны, и они могут дать человеку что-то такое, чего он не может найти на собственной кухне. Нет, нет, я всегда считал, что самое главное – философский контекст. Результаты ничего не значат. Создание философского контекста, удержание его в коллективе. Нет, но это другое разговор. Который позволяет, на самом деле, людям друг друга понимать, что ты делаешь. То, что ты говоришь, это другое разговор, имеющийся отношение к респектабельности, к респектабельности. Результаты никакого значения нет. И поэтому важны эти строительные леса, важны эти удачи. У тебя строительные леса могут быть, грубо говоря, респектабельные, а могут быть нереспектабельные. Для этого нужно делать модерацию. Нет, но модерация ее делает бессмысленно, потому что я такие вещи знаю, например, высшая герозная философская школа видела, они пытались организовать где-то там какую-то дискуссию. Но там было сделано так, кто, я не знаю, был его модератором, он говорил, а напишите мне, и тогда я буду вам давать право голоса или не давать. Эта дискуссия умерла, не родившись. Она велась между двумя людьми, а все остальные, это им не нужно. Кто меня будет оценивать, за что меня будет оценивать? Давайте я зачитаю еще что-то из статистики. Значит, у нас есть на сайте раздел «Популярные записи», и текущие популярные, и есть самые популярные за все время. И как ни странно, наоборот, есть самые популярные записи, касающиеся проблемы сознания. То есть поговорим о чалости, о сознании книги «Сознающий разум» Андреев. 680 комментариев. То есть это значит, у нас ограничено было 300. На третью страницу перешло, сейчас вроде 500. 5 предрассудков о логике Дмитриев. 667. Смысл смысла. Моя тема. 600. Существует ли Бог, пенсионер? 600. Философский словарь, термин и определение. Это как раз редкий случай, когда после видео разгорелось. Тоже 549. Ну и так далее. То есть в основном касается сознания. Есть сознание муравья, определение сознания. Утилизация современной философии. Вот. 486. Я считаю, что тема сознания, как раз это, может, одна из многих тем, которая была совместная. То есть, где мы пытались это обсуждать, как-то держаться, в принципе, с точки зрения друг друга. То есть, может, ни до чего это не дошло, но мне кажется, каждому было полезно услышать. На штурме была, значит, первая тема диалектика, которая вот широко была. И она загнулась, первая волна, вот когда я пришел, там были длиннющие баталии с комментариями. Потом она загнулась, и я ушел, где-то тоже не был год, или даже два, вернулся. Я туда после статьи, когда первая статья появилась про темпоральности, с докладом МГУ, когда делал, вот там было длиннющие. Потом тоже ушел, потом опять диалектика Брачев, про противоречия в реале, долго-долго-долго были всякие про законы диалектики. А потом, в последнее время, эта тема сознания очень сильно обсуждалась и наиболее была популярна. Ну и постоянно все это время у Борчикова была метафизика, он методический, свои темы метафизический. Ну, я, честно говоря, не знаю, насколько это метафизика, вообще, к чему это отнести, но, скорее всего, да, к метафизике. Потом методично это все оторудит и пытается синтезировать. Но все-таки надо понимать, что любой сайт становится автоматически нереспектабелен и неблагопреструем. Если на нем поднимается тема холодного и нервного синтеза, согласитесь? Да. Я просто хочу, как бы аналогия, чтобы было понятно, да. Вот есть, скажем, некоторая дискуссия, да, которая организована каким-то правилом, а есть реалити-шоу. В реалити-шоу действительно попадает все, потому что интересно, как бы, увидеть этот трэш, как он есть. Людей, как бы, привлекает, собственно, не содержание того, что говорится, понимаешь, а, так сказать, прикоснуться к реальности. Вот, так как мы ее понимаем. А она всегда, как бы, такая вот. Я могу сказать, что сколько вот я слушал разных дискуссий, где, как при благопрестольном, ни одной не было интересной. Я не знаю ни одной дискуссии интересной. Понятно. Я не знаю, что они там делают. Я был с тобой абсолютно в согласии. Это совершенно скучно. Вот есть институт в философии Иран. Совершенно скучно. Их там куча народу, у них везде ставка, у них просмотров нет, их статьи никто не читает, их монографии никому не нужны. Но зато благопрестойно офигеть просто. Вы дальше благопрестойно не думаете. Да, можно телевизор посмотреть там, сидят там, не важно же, философская тема или нет. А даже они там обсуждают. Нет, 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 ничего в благопрестольном кладбище. Нет, ну, тысяча просмотров для специальной философской темы это много. Да. И сейчас издать книжку тысячным тиражом, ну, купят 100 от силы, 50 книжек. Неизвестно за сколько лет. Поэтому выйти и гарантированно, что тебя просмотрят за какое-то время, в первые несколько дней. 500-600? Ну, скажем, 200 гарантированно. Ну, это... Да, а то 500-600. И в конечном итоге, да, то есть, ну, вот, есть книжка где-то тысяча экземпляров, то все темы по темпоральности, которые там вот все, они там, наверное, где-нибудь под 6-7 тысяч, может, больше даже в сумме. Вот, то есть это... Ну, думаю, больше, ты просто до конца не смотрел. Ну, да, да. Просто в нем сейчас очень сильно затруднена навигация, ведь это стало так много, система производительства там неудачная. Это ютубовская, конечно, недостатка. Да, я не знаю, что с этим делать, надо что-то делать. Я даже в свое время делал движок специально для сортировки ютубовского видео, ну, для классика, как нельзя делать. Ну, вот. То есть, где одним движением, автоматом считываешь, то есть, ты некий поток видео автоматом считываешь на сайт, там есть поиск, то есть, там только милосомский видеопоиск, и несколькими кликами ты раскидываешь по категориям, по тегам. Это легко, можешь сформировать видеоархив, в котором вот можно разобраться. А сейчас на ютубе только, ну, максимум ленты можно сделать. Да, и они вот, как были, идет эта штука, популярные видео. Идут, да, и они вот эти популярные видео без конца крутят, 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 крутят. Там по-прежнему, виноватоле, просмотров, это вот и первые видео из длини популярных. Хотя они ничем не лучше, я бы даже сказал, часто и хуже, чем средний контент, который существует на канале. Ну, это уж провокационные видео еще. Ну, фиг его знает, что такое. Ну, смотрят почему-то, действительно. Ну, вот они одно и то же, как это, на странице это висит, вот они без конца их и крутят одно и то же. Ну, вот это, как вот с этим бороться, я не знаю. Ну, действительно, все-таки я обращу внимание, потому что сказал Александр, в нынешней ситуации тысяча просмотров, вот так просто так, за несколько дней, это результат, конечно, чудесный. Ну, объективно говоря, чудесный. Вот европейский университет, господа, респектабельный? Респектабельный. Благопристойный? Благопристойный, значит, очень. Бюджет, большой бюджет, куча профессоров, заграничные командировки, чего только нет. Ну, их стандартные просмотры видео-то сто человек. Нет, у нас у девушки есть, которая в Плацовске электрочитает много просмотров. Ну, у нее почти как у нас, да, Елена Павловна. Да. Я, правда, мотнулся тут на днях, не на днях, не там, несколько месяцев назад у нее видео, которое называется «Закон диалектики Гегеля». Ну, ладно, это ладно, это не то. Там кто-то в комментариях первым, разве у Гегеля были законы, тем более диалектики. Говорит, да, были. Ну, это она зачитывает какие-то простые учебники, зачитывает, и она их пересказывает. Она просто пересказывает учебники, это все понятно. Но кто-то должен эти тоже заниматься. Да, это тоже важная вещь. А проблема состоит, что там, проберись через стандартный семинар Ноговицына, по 500 просмотров, это же сложно, как его называют философским мотаном, вот, философский мотан. Пробираются. Я не считаю, что сложно, просто Олег Михайлович, по-моему, буксует на одном месте. Это есть, но, так ладно. Тем менее, народ, что разбирается. Потому что, как ему это интересно, я не понимаю, если честно, вот так поставим, но это тоже надо уметь, конечно. Это пробирается, все это пробирается. Но, тем не менее, вот такой сложный контент у нас на канале очень представлен. И, как правило, неблагопристойный, Анатолий Курчин, очень неблагопристойный. Главный производитель видео у нас ты, и сам оценишь свои песни неблагопристойные. Ну, конечно, я главный производитель. Я так легко соглашаю с тем, что сайт неблагопристойный. Ты не соглашаешься, но я же сразу соглашаюсь. То есть, ты считаешь, что это неблагопристойный? но это прямо противоречит прометеевской функции сайта потому что сайта или канады вначале были фарфары за упаковку добрые лично сюда именно благопристойная говоря в этих тех да вот как бы не благопристойными не нет нет тогда это никакой не прометель вот и все примет функцию примете несут ресурсы типа арзамаса совершенно четко но там как бы все по-другому там с проект коммерческие там изначальный отбор даже жесткие правила они придумали что это корзамаса а маленький видит образовательный такой как бы сайт пост наука пост наука вот пост наука спектакль наука специалистов они за 10 минут должны освоить это не не она не прометельская нифига ты неправильно понимаешь в прометеевской прометеевского это зажигать да это то что то чего принципиально не было принципиально не а где-то где-то достать то чтобы не было вообще принципиально которого переворачивать мир устройства его принести они контролируют а не заниматься благопристойной деятельностью ему же за это печень склевали к тому же все боги были против это деятельность была принципиально неблагопристойная ведь вы смотрите вот эти эти неблагопристойные ребята к один из которых крупнейшие британские электрохимии то есть маркин флешман и и стэнли понс так стэнли понс вынужден был после всего то что развернулась этой компании после всех экспериментов уехать от страны из америки отказаться от этого от гражданства бросить свою работу в университете продать дом уехать в европу вот так вот эта ситуация это конкретно прометеевская картина когда ты чего-то людям предложил пусть это они восприняли как это восприняли олимпийские боги и скрывали тебе печень вот именно так по-другому не бывает 95 процентов авторов самого сайта которые тоже несут людям вот это вот нет огонь огонь неизвестного но почему-то как бы никто не хочет не так это правда они донесут а мы-то а мы-то принесли они не принесли за всю историю сайта которого я обозревал человека которые переворачивали мир был один который просто объявил дату когда он публикует и чтобы все ждали и как только прочитают то просто мир изменится всем откроется истинной и ну дождались прочитали ничего не произошло как видите мир не перевернулся и он пропал что то что то что вы не заметили что-то тема вот такая да там просто было общее нет там не религиозно просто давайте жить дружно там что ради любит мир изменился конечно не не все стали лучше жить вот да кстати я еще хотел бы отметить что вот социально-политические скорее всего какие-то моменты у нас стране явно повлияли на уровень сайта то есть многие люди которые раньше просто да это когда-то стали стали как как-то все это в туман в тумане несколько людей вот я замечал человек раньше я не согласен был то есть я вижу что как-то уровень ну не моя тема но в своей теме он раньше хоть что-то я смотрю так вот туманом как-то текст покрыт каким-то как-то повторяются слова и все вокруг чего то есть и вот три-четыре человека вот так вот как-то при 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 опустились на сайте и это я связываю все-таки конечно с каким-то вот общей атмосферой существованию усложнилось человека в россии и поэтому он больше думает о том как бы себя прокормить не жидко люди это 90-е годы гораздо было сложнее просорами себя сейчас тогда там было важно помна и напоминает фильм такой этот механическом не окончена пьеса или механического пианино там один из героев говорил что вот в россии территория большая людей мало поэтому умные мысли передаются между людьми медленно когда вот до ясновки не доехать понимаешь несколько месяцев дороги развезло а гения в полно всегда говорят что в россии гораздо проще встретить и гения чем честно налогоплательщик ну хорошо тогда мне кажется что как бы сайт выполняет ровно то что должен вот нести бред в надежды что нам есть нечто гениальное происходит ну то то есть чек пописал пописал что-то там нескольких комментариев ему полегчал действительно считает что ты же понимаешь что там по столу не станет публиковать свою статью на сайте философский это тогда ты сам это тогда смотря на свои разговоры поэтому я респектабельность тебе не важно нет нет я обладаю внимание что я вот эту самую ситуацию постоянно с ней ношусь потому что нею в одиночку не поднять никак можно создать и журнал философский штурм 2 но проблема опять респектабельности вот антон здесь в этом по смысле прав у вас же есть люди которые работают с издательским системе хорошо то есть ты и александр я то сам понимаю что число авторов этого журнала не войду потому что я пишу плохо слушай у меня есть уже такая игрушка вот я вторую на себя не возьму поэтому что проблема говорю что издать как его как в сетевом характере издать но уже с другим набором авторов не те которые встречаются на философском штурме то есть более менее респектабельно более-менее на самом деле вот я упомянул транспит поэтический как бы литературовический журнал вот это как раз люди организовались вокруг журнала то есть они решили создавать журнал со студенчества они как бы изначально публиковали его буквально там чуть ли не скрепкой скрепленный потом как бы стали типографки оформлять по ним как финикуль и капота да и при этом да да примерно так и соответственно если редакционная политика есть какой-то круг авторов до который там два раза опубликовался входит в редсовет автоматически ну вот то есть вот такая такая нет нет на самом деле я не согласен смотрите речь идет о кнопке на сайте философский штурм которая ссылает к тексту журнала и тексте журнала этот уже он будет отобран с точки зрения как минимум благопристойности понимаете я определенного я просто в сам в число авторов войти не могу пишу плохо пишу лениво и не было не благонадежно да не было на кристойной подозрительно не могу в него войти а вот те люди которые пишут хорошо те же не по позиции мы фенологии гигеля многовична вот таким образом можно взять ее издать притом самое главное что картинка была красивая такая как была у тарана в первом экземпляре философского я прямо не такой никакой вот именно что сейчас вот есть сайт непонятно почему цель состоит это утилизации нет это у тебя так цель состоит то что люди общаются там создаются какой-то мало-мальски поэтому там помимо того что вы говорите что-то философский контекст там люди по крайней мере там делится это не то проблема состоит в царстве философского штурма была кнопка благопристойности так и написано я я я имею в виду когда ты понимаешь гробик тебе положу я имею в виду аккуратненько это стирными это как-то просто постелит я хочу сказать следующее что если бы я вот допустим не был знаком лично с вами я бы на философский штурм не пришел вот я бы посмотрел несколько видео я бы туда не пошел понимаешь вот и принципе может быть невелика потеря да игорь хочет добавить но может быть другие люди какие-то которые могли бы присоединиться и стать какими-то собеседниками есть умные люди есть люди которые думают есть философские подкованные есть люди которые в этом направлении движутся но они просто не придут сюда да потому что они бывают первую страницу то и написано это александр дюма это александр пушкин и хранты нельзя закрепить до свидания кучу других тем точно это подобно я хочу сказать нельзя требовать от людей слишком много чтобы они смирились с этим и пошли дальше да то есть вот правильно знаете с этим нельзя смириться я смирился как-то александр дюма это александр пушкин видишь как бы я сижу здесь вот самым деле это было задумано реально конвейер да потому что игорь говорю про дисциплину что если не было 10 но на самом деле и не смог может быть что-то делать да то есть реальном это был изначально чтобы каждую неделю собираемся в определенное время это все было заранее продают они случайные вещи как бы я на этом наставил всегда то что ты не порода конвейер да потому что как бы ты уже как бы заранее готовишься морально там и в принципе что это существует что туда приезжает что-то в твоем расписании выкравить какое-то время которое должен посвящать и так было мыслись на вот я же не говорю что нужно а не есть или или и поэтому если конвейер ты не можешь на самом деле каждую неделю надо видео сделать эту 2 и 3 еще приглашать можно если мы уже пытались приглашать кого приглашали таких же как мы там непонятно нет и может быть youtube канал да и другим и не сделать тем более может быть это было шутка это было просто помимо youtube канала помимо сайта который может быть еще что-то нужно такое что куда будет попадать только нормальные люди это проблема нормальные не так делается значит нейтральную площадку не они они это результате квартиры игоря да это кубаторе давай там какой-то забиты при времени часто поставить объявление что всегда так будет и туда приезжайте при со временем это люди туда подтягиваются то нет ну что уже показывает что опять же много ли то набрать на литературных объединений наблюдал набегут какие-то сумасшедшие старички бабушки все это да речь не об этом речь идет о том что помимо вот этого рабочего процесса и реалити шоу которая выкладывается может быть нужно выкладывать может быть нужно в каком-то формате выдавать уже как бы приличный завершенный продукт не знаю какие-то нет смотрите делают них не в деньгах значит вещь в двух вещах то есть вся проблема в двух вещах вещь первая должна быть этого какая-то осмысленная цель вещь 2 должно быть два человека которые готовы на это работать вот и все вот я понимаю сейчас есть один игр который зачем-то этого хочет но не понимает зачем то есть цель не сформулирована вот как только сформулируются цели два человека это можно сделать я знаю журнал который вот реально был задуман его в действительности там 80 процентов работы тянут два человека два человека и он сейчас уже вошел скопус то есть выше наушного статусного журнала нет да здорово реально философский здорово создается горизонт вот сужина побежал баблом зашуршал нет сейчас как бы народ в кармане шуршит баблом то кстати а по пересчитывает в кармане чтобы не показывать пока пока такая стадия вот я это к тому что как бы сделать журнал и сделать его успешным можно а я вот нужны вот эти две штуки конечно хорошо бы чтобы хоть в какой-то момент хоть какие-то деньги появлялись да но это как бы ну как правило вопросы решали там я я повторюсь у вас я не могу быть таким человеком потому что я не благопристойным потому что я плохо пишу ты может быть редактором может как бы ну что такое успешного журнала не благопристойно нормально ты же отсеешь треш ты же способен ты себя даже вот отсеиваешь понимаешь значит ты сможешь это сделать хороший редактор это кто кто сам не может писать внимание что мы с творчеством алексей я увлекаю вас знакомить с поэтически знакомился я сам читал в журнальном зале вот но это кранты это просто диагноз журнала звезда ну нет я могу тебе сказать это далеко не худший образец вот того что публикуется в толстых журналах далеко не самый худший я понимаю твой ужас но как бы гораздо хуже не просто я не следил он вполне органично смотрелся в журнале звезда не надо знамя только по моему или или звезда не знаю если звезда то это очень круто потому что знамя лучше вот знамя лучше потери что звезда да ну там как вы сейчас при пиле до 5 курс больше читаешь да подочитаешь ну молодец они журналами я когда послали шароли я пытался уйти нет ну вот так вот видите то есть если действительно кто-то готов таким заняться что собирать и приличные хорошо сделанные респектабельные тексты что это здорово игорь еще раз эти призывы никуда не попадут потому что нет идеи должна быть идея смотри эту идею могут найтись люди тексты журнала это слой ним на два человека это стопа проблема следующая как как ни странно не встречаются люди которые с одной стороны хорошо писали с другой стороны хорошо бы хорошо мы садить тексты тексты и журнал это это отдельная история не обязательно в таком формате вот это респектабельная часть может быть вот мы собираемся на квартире там и что-то обсуждают можно там не знаю раз два месяца делать выездную сессию может быть игорь нас позовет куда-нибудь туда может быть еще где-то где какие-то уже отточенные доклады которые вызывают может быть не так много дискуссий которые интересны вот и которые не про холодный ядерный синтез до делаются наш на условно широкую публику который может постепенно образоваться это уже не семинар не дискуссия вот такая свободная а именно набор докладов вот ну сказать каким-то там с каком с каком-то ограничен но это не к тому чтобы там вот конкретно ваш вкус привлекать то дискуссионный но что-то в этом духе я пока вас пока у меня проект идет нет вот это да в другом состоянии очень 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 важная приличному приличным вот пока ну это понятно но вопрос очень важно да потому что я глубоко осознаю всю степень своего неприличия глубоко осознаю а я что-то вижу наоборот во всем все это видите минус в этом вижу даже какой-то плюсик потому как вот все люди любят красивую показать у себя там лучшие свои качества мы можем собрать и что мы то что игру это заказано как раз то что у нас как вот есть такие как она давайте не будем достоевщину и это хорошо хорошо понятно это не требует никаких усилий представить то как есть как есть пускай это не требует на люди попробовать еще не двух лет каждые недели по 3 по 3 видео ну то нас на по моему 700 ты количеством берешь и огня я нравится а про то что говоря на моетах я как-то вот по молодости путешествует места где ходят инопланетяне и шаровые молнии вот там общался с мужичком одним из казахстана который говорил о том что там он какой-то доктор химических наук вообще такой разумный человек но главное что на себе говорю что он ведь я написал порядка двух тысяч рубай и то есть вот как бы у амау великого амара хая моих там всего чтобы есть да а у меня будет попробовал бы кто-нибудь по 3 видео видите это не просто любые виде можно просто камеру включить это и google направить это же просто ему катались обсуждать действительно там содержание да да и у него тоже и они на пусты не понимают